МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Антон Исаичкин. Эфир 41-го канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В правительстве Воронежской области обсудили реализацию проектов «Демография» и «Старшее поколение». Государственная дума намерена запретить банкам брать комиссию за оплату услуг ЖКХ, к худу это или к добру. В столице Черноземья состоялся первый в истории слет серебряных волонтеров. 9 тысяч зрителей и более 300 участников в столице Черноземья прошла масштабная реконструкция сражения за освобождение Воронежа. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Американский сайт HAL Turner Radio Show сообщил, что по данным разведки в Китае уже насчитывается около 3 миллионов человек, инфицированных коронавирусом. 112 тысяч погибли. При этом никаких похорон и траурных церемоний. Трупы просто сжигают. Тысячи умерших людей доставляются прямиком на мусоросжигательные заводы. Радио ссылается на инсайдерскую информацию, которую якобы получают непосредственно от сотрудников этих заводов. Также HAL Turner Radio Show сообщает, что правительство Китая поместило на карантин в общей сложности 11 городов. Это Ухань, Хуанган, Эчжоу, Чиби, Сянтау, Цяньзян, Джиньзян и Личуань, в которых проживают почти 30 миллионов человек. Сайт, распространивший эту информацию, принадлежит американскому блогеру крайне правых взглядов Гарольду Тернеру. И за его медиаресурсами уже не раз замечали распространение фейковых новостей. По данным официальных источников, вся информация выдумана и не раз опровергнута американскими СМИ. Между тем, по информации портала владивосток.ру, жители Приморья рассылают друг другу сообщения о зараженных вирусом бананах. А мужчинам советуют пить водку для профилактики. Согласно последним данным, в мире насчитывается свыше 2700 человек, заболевших пневмонией, вызваны коронавирусом нового типа и 80 летальных исходов. Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии. На борту, по информации NBC News, также находилась одна из его дочерей, 13-летняя Джанна Мария. Ее приятель и пилот. Причиной трагедии устанавливаются Коби Бин Брайант, американский профессиональный баскетболист, который в течение 20 сезонов выступал за клуб Лос-Анджелес Лейкерс. Самый ценный игрок регулярного чемпионата 18 раз участвовал в матче звезд, дважды признавался самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных баскетболистов в истории НБА Брайант занимал третье место. У него насчитывалось 33 643 очка. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах. У Брайанта осталась жена Ванесса и три дочери Наталья, Бьянка и новорожденная Капри. Ему был 41 год. Новости республик бывшего СССР. Киевское оборонное производство попало в скандал. Только что разработанный бронетранспортер БТР-4 Буцефал оказался бракованным. На корпусе боевой машины из-за дефектов сварного шва появились трещины. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором они хорошо видны. Ранее новая бронемашина успешно прошла проверку украинского Минобороны, о чем свидетельствует соответствующее клеймо приемки военного ведомства. Поставка Буцефала началась в 2014 году и на сегодняшний день украинской армии передано уже 127 боевых машин. 53 бронетранспортера сбраковали. Новости Российской Федерации. Пассажирский самолет Airbus A330 компания Aeroflot, направлявшаяся из Хабаровска в Москву, был вынужден прервать полет из-за телефонного сообщения о бомбе на борту. Экипаж подал сигнал тревоги и развернул лайнер в сторону аэропорта вылета. По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет благополучно приземлился в Хабаровске, где оперативные службы проверили его на наличие взрывных устройств, которых обнаружено не было. На борту авиалайнера находились 262 пассажира и 10 членов экипажа. Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал свой поступок, вызвавший большой резонанс в российском обществе. Напомним, 24 января в сети появилось видео, на котором губернатор Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой служебной машины во время церемонии вручения новой техники. По словам главы региона, на самом деле он очень уважает трудоспасателей и пожарных. Многих из них он знает лично и ел с ними кашу с тушенкой и отвергает все домыслы о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, которые распространяются в СМИ. В свою очередь в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям произошедшее назвали дружеской шуткой. Ранее Михаил Игнатьев также прославился высказыванием о том, что нужно, цитата, «мочить журналистов и блогеров, которые критикуют власть, рассказывают, как хорошо в Европе и Америке, и плохо в России». Конец цитаты. Новости нашего региона. В правительстве Воронежской области состоялось еженедельное оперативное совещание с участием главы региона. Среди затронутых тем наиболее пристальное внимание было уделено реализации национального проекта «Демография». В частности, обсудили увеличение материнского капитала и финансовую поддержку семей. А также обсудили задачи федерального проекта «Старшее поколение», рассчитанного на 6 лет. Подробности в сюжете Елены Цветковой. В 2020 году на развитие нацпроекта «Демография» в Воронежском регионе выделили 5 млрд 164 млн рублей. 80% средств будут направлены на поддержку семей и занятость женщин, которые воспитывают ребенка до 3 лет. Планируется провести обучение и переквалификацию более чем 500 домохозяек. Работает с ними служба занятости. И да, действительно, часть из них определена. Часть из них будет продолжаться дополнительный отбор. То есть мероприятие будет вестись в течение всего года. И это, ну как бы, этапно будет курсами повышения квалификации закрываться, какими-то направлениями отбираться будут направления, наиболее востребованные на рынке труда сейчас. То есть в данном случае. А также с учетом возможности дистанционной работы. В регионе дают деньги на поддержку семьи при рождении второго ребенка. На данный момент в программу включились около 50 семей. Правда, такие выплаты ограничены возрастной категорией матери. Если родить маме не больше 28 лет, значит, до 28-200 тысяч единовременная выплата регионального уровня, то в данном случае меры складываются. Получается такая система, в которой и первый ребенок, и второй, и третий получают поддержку от государства. Она разная, но складываясь, она позволяет закрывать болезненные точки семьи при рождении очередного ребенка. Изменение в региональном законодательстве произойдет в случае перемен на федеральном уровне. Возможно, тогда мамы, которые рожают второго ребенка после 28 лет, тоже смогут получить поддержку от государства. Вспомнили и опыт удачного взаимодействия с семьями 2017 года при рождении первенца. Президент заявил о выплатах первым. Их же до этого не было. У нас уже есть хорошая система взаимодействия с семьями, начиная от подворного обхода, завершая информированием на уровне медицинских организаций, родильных домов, образовательных организаций. То есть мы уже умеем активно выявлять и сотрудничать с этими семьями, которые имеют право на определенную помощь государству. Региональный материнский капитал увеличился до 150 тысяч рублей. Отдельное направление – поддержка искусственного оплодотворения в Воронежском регионе получила активное развитие. Благодаря медицинской страховке затраты на эту процедуру стали минимальными. Экстракорпоральное оплодотворение теперь полностью финансируется нацпроектом «Демография». Она осуществляется сейчас в рамках нацпроекта бесплатно. И около тысячи где-то семей сейчас могут и пользуются. Ей востребованность в данном направлении есть, потому что у некоторых семей это единственный шанс завести ребенка. В прошлом году услуга ЭКО воспользовались около 700 семей. По меркам Департамента социальной защиты план был перевыполнен. В 2020 году цифры могут увеличиться в разы. На проект «Старшее поколение» в бюджете заложено более 300 миллионов рублей. В Воронежском регионе стартовала пилотная программа по системе долговременного ухода за пожилыми гражданами. В самом Воронеже сформируют около пяти кабинетов для пожилых людей с легким когнитивным расстройством. Проект включает в себя несколько направлений. Для того, чтобы закрыть наиболее значимые проблемы для пожилых людей. Начиная от одиночества и востребованности, заканчивая невозможностью оставить их одних дома, если у них какие-то есть проблемы с памятью и возможности ухода из дома, включение какой-то опасной техники. Пока, чтобы попасть в пансионат, в очередь никто не выстраивается. Тем не менее, уже в декабре текущего года закончат строительные работы в пансионате села Ярки Новохоперского района. Откроются пять гериатрических кабинетов. Они подразумевают лечение людей, которые старше 65-ти, и болезней, соответствующих их возрасту. Например, альцгеймеры. До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ. Что думают по этому поводу простые воронежцы и депутаты-коммунисты, узнавала Галина Жукова. Сейчас комиссия при оплате за коммунальные услуги через банк составляет от 0,5% до 2%. При этом, еще в сентябре прошлого года российское правительство по предложению Федеральной антимонопольной службы приняло постановление об исключении банковских комиссий из тарифов ЖКХ. Вы знаете, на сегодняшний день действительно в России требуется умерить аппетиты банков. Хотя, на самом деле, это всего лишь брошенная кость населению. Попытка как-то сдемпфировать ситуацию, связанную с пенсионной реформой и с другими наступлениями на социальные права граждан. Воронежцы признают, что услуги ЖКХ – это третьих бюджета, а для пенсионеров и того больше. Траты коммунальные очень ощутимые. Во-первых, по доходам, даже взять нашу семью, по доходам – это более 50%. Потому что у нас пенсионеры, у них квартплат пенсии получается 12-13 тысяч, а квартплат составляет 7 тысяч. Это более 50%. Для людей с низким уровнем дохода и пенсии любая переплаченная копейка ощутимо бьет по их карманам. Да и не совсем понятно, за что мы платим эти деньги. К примеру, за комиссию по услугам ЖКХ банк берет не меньше 50 рублей за один платеж. В этом случае за год переплата может составить как минимум 600 рублей. За что берет банк такие проценты, вообще непонятно. Почему, собственно говоря, мы должны платить за то, что банк выполняет свою работу. Причина этого, считает коммунист-померанцев, в том, что не создаются благоприятные условия для роста экономики. Когда крупные поставщики энергоресурсов, не имея здоровой конкурентной среды, искусственно взвинчивают тарифы, руководствуясь лишь своим личным интересом. У нас стоимость энергоносителей такая же, как и в Европе. Хотя в Европе нефть не добывает, мы ее добываем. Почему там стоимость такая же продуктов, нефтепродуктов, как у нас. Предприятия закрываются. Мы это наблюдаем все своими глазами. Предприятия закрываются. Малый бизнес удушается. Зато разрастаются фактически национальными уже ставшие монополии олигархические, которые в основном все находятся в офшорах. То есть они налогов здесь не платят. А мы, нас, людей, превратили в нефть фактически. То есть у нас паразитическое, по сути дела, государство. Зато в советские времена многие товары приобретались в рассрочку. А на предприятиях существовали даже кассы взаимопомощи. Да и сами коммунальные услуги стоили копейки. Даже если взять Советский Союз, где зарплата была 100 рублей, а квартплата составляла 9, ну, сами понимаете, разница была ощутимая. И люди как-то жили, и никто не думал. У всех была зарплата одинаковая. Но коммунальные услуги облачивались, собственно говоря, как-то незаметно для семьи. Хорошо, если в правительстве не ограничатся только отменой банковского процента за услуги ЖГХ. Галина Жукова, Сергей Пеляев, 41 канал. В Воронеже прошел первый слет серебряных волонтеров. Мероприятие посетили более 200 участников со всей области. О благородстве и бескорыстии расскажет наш корреспондент Олеся Алисюк. Принято думать, что обычно пожилым людям нужна помощь и поддержка. В серебряном волонтерстве все наоборот. Это пенсионеры спешат дарить добро и молодым, и старым. Участники движения – люди старшего возраста, решившие навсегда забыть про одиночество и скуку. Как правило, это инициативные, позитивные и активные пенсионеры. Я сейчас горда, счастливая, что я представляю старшее поколение, которому есть что рассказать. Если бы я стала рассказывать сейчас, не хватило бы дня. Мы бываем счастливы, лишь чувствуя, что нас уважают. А меня уважают в клубе. Я там танцую, пою. Я Любову Васильевну подаю мысли. Вот этот шарф, эта мысль, потому что я понавязала, я говорю, 50 очечника. Мария Спицына, 91 год. В социальном волонтерском движении уже несколько лет довольна и счастлива, что еще может помогать другим. Это она придумала идею связать шарф дружбы. Так появилась акция «Память поколений». Смысл в том, что каждый участник клуба вяжет свой небольшой фрагмент. Потом все эти куски соединяются, и этим огромным шарфом сможет обвязаться молодежь и старшее поколение. Самая главная цель. У меня вот каждый день, если на каждый день я утром стою и думаю, что главное, а накануне, что я завтра буду делать. Вот это вот контроль, цель, что ты завтра будешь делать, а что через какое-то время и долгосрочное. Обязательно у меня далеко-далеко я вижу, как мои дети будут жить. Воронежские серебряные волонтеры вяжут пинетки и игрушки для недоношенных детей из перинатального центра. Но этим не ограничиваются. Они посещают психоневрологические интернаты и помогают одиноким пенсионерам. Участвуют в проекте «Бабушка на час», когда пенсионеры могут присмотреть за чужими детьми, пока их родителям необходимо отлучиться по делам. Добровольцы собирают продуктовые наборы малоимущим, участвуют в благотворительных акциях и даже организуют собственные концерты. Песня «Бабушка на час» Сегодня первый слет мы проводим. Цель этого слета, наверное, чтобы они познакомились, посмотрели, кто чем дышит, кто чем занимается, поделились опытом, начали дружить. Здесь сегодня работает у нас семь площадок. У нас песочная анимация, площадка для рисования с профессионалом, площадка по рисованию песком. Инициатива очень важная, интересная и поддерживана должна быть однозначной. Человек никогда, ни в какой ситуации не должен чувствовать себя одиноким. Человек должен быть окружен заботой. И это, конечно, дает ему и положительные эмоции, и в целом состояние здоровья. Это качество жизни пожилого человека. Организатором «Серебряного слета» выступил Департамент социальной защиты населения. Это на его базе решили открыть целый образовательно-досуговый центр для пожилых в каждом районе города и области. Центр серебряного волонтерства у нас начался с ОСЗН Советского района, где они очень много лет помогают пожилым гражданам, занимаются творчеством. И когда у нас есть ассоциация Центра серебряных волонтеров в Москве, у нас в этой ассоциации уже 30 областей. И вот в этом году пригласили нас туда. Впереди у волонтеров новые встречи, проекты и идеи. Главная задача движения – показать и доказать, что на пенсии жизнь не заканчивается, а наоборот – начинает сиять новыми красками. Песня «Олеся Лисюк, Александр Панин, 41 канал». На набережной Воронежского водохранилища 26 января прошла масштабная военно-историческая реконструкция боев советских солдат и немецко-фашистских захватчиков, посвященная 77-й годовщине освобождения Воронежа. Реконструкторы попытались максимально достоверно восстановить начало операции под названием «Малый Сатурн», в ходе которой предстояло отрезать германские войска и союзников от реки Дон. Именно 25 января 1943 года в районе поселка 1 мая шли наиболее ожесточенные бои. В результате 2-я немецкая, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии были разгромлены. Противник потерял 320 тысяч солдат и офицеров. Потери советской стороны превысили 400 тысяч бойцов. В реконструкции бои за Воронеж было задействовано более 300 участников военно-исторических клубов из 23 городов, в том числе 19 иностранцев из Италии и Венгрии. Технику времен войны представила легендарная ракетная установка «Катюша», грузовик «Опель-Блиц», легкий броневик «БА-64Б», танк «Т-70», противотанковое орудие, советская «45-ка» и германская «Пак-36-37» по прозвищу «Колотушка». Посмотреть это масштабное зрелище пришли около 9 тысяч воронежцев и гостей города. Втеросийское исследование показало, что только 60% россиян устраивают качество жилищно-коммунальных услуг. И этот результат всего лишь на одну пятую, лучше, чем 9 лет назад. Большинство граждан страны проживают в многоквартирных домах, при этом каждый десятый проживает в съемной квартире. По мнению респондентов, за последний год ухудшилось качество вывоза мусора, содержание и текущий ремонт жилья, холодное водоснабжение и отопление. Жилфонд Воронежа составляет почти 5 тысяч домов, общей площадью более 23 миллионов квадратных метров, в которых зарегистрировано около 800 тысяч человек. Мы решили выяснить, что не устраивает в сфере ЖКХ воронежцев. Оказалось, что больше всего из них боятся остаться зимой с отключенными батареями. Вопросы по вывозу мусора, потому что у нас до сих пор в частных секторах нету контейнерных площадок. И весь мусор идет от жителей многоквартирных домов, которые за это оплачивают. Поэтому у нас плата разница от 280 до 6 рублей в разных домах по-разному. Потом, значит, проблема водоотведения, которая на левом берегу и правом отличается в разы. То есть левый берег платит два раза за очистку. Даже наш мини-опрос показал, что население мало что устраивает в коммунальной сфере услуг. Нареканий предостаточно. Нормально. У нас управляющие очень хорошие. Может быть, случаи какие-то? Нет, у нас все нормально. То есть даже никогда никаких у вас проблем не происходило? Нет, у нас очень хорошее ТСЖ. Я на девятом этаже живу. И с чердака, собственно говоря, отопление, труба. Она течет и заливает потолок. Ну, аварийная быстро приезжает. Довольная работа, управляющая компания? Ну, как сказать. Ну, средненько так, в общем. Трудно сказать. Написали сегодня письмо. Потому что наш дом давно, уже три года поломался. Щетчик общедомовой. И с нас брали на 30-40% больше, чем в однотипных домах. Представляете? Это мы на по 700 рублей. Там же постоянно идет ремонт вот этого теплопровода. И мы каждый месяц без тепла. На неделю, но меньше. Постоянно. Трубы старые, пока включаются. Люди остались без отопления почти на целый день. И это в конце января. Хорошо, что температура за окном была только минус 2 градуса. Вернули тепло в дома пятиэтажек почти к полуночи 22 января. Все это время теплоснабжающая организация проводила ремонтные работы на центральной тепловой подстанции. В одном месте трубы раскапывают. Что-то там кусочек делают, закапывают. Ну, как по Библии. Там, как говорят, не ставь заплатки на ветхую одежду. Иначе, говорит, порвется и одежда, и заплатка. В управляющей компании железнодорожного района объяснили, почему же во многих квартирах долгое время оставались холодные батареи. Инженерные системы этого здания предусматривают стравливание воздуха через квартиры, расположенные на пятых этажах. Там, где специалисты управляющих компаний получили доступ вчера, работы были произведены, и в квартирах появилось отопление. Туда, где вчера доступ не был предоставлен, сегодня вышли специалисты, чтобы снова попробовать попасть в квартиры. На данный момент отопление есть во всех квартирах. Отключение батареи на суммы в квитанциях не влияет. Цифры в них, занадлежащие обслуживание, меньше не становятся. Оказывается, у нас уже несколько лет не работает счетчик отопления, и с нас берут по тарифу, по среднему. То есть, вот если за ноябрь противоположный дом заплатил 1300, то у нас 2700. Так, за месяц жителям 185-го дома на Ленинском проспекте, как они утверждают, приходилось платить более 3000 рублей за отопление квартиры площадью чуть больше 40 квадратных метров. Я вообще недовольна, конечно. У нас только отключили же отопление. Вот мы сутки почти были сейчас без отопления. Ну, естественно, уже третий раз за зимний период. Какое от этого удовольствие? У каждого человека, я думаю, от этого не получит удовольствие. Тем более, что у меня маленькие дети. Если квартира вся остывает, а если будет минус 10, что будет? Я боюсь представить. По информации управляющей компании железнодорожного района, в полную негодность счетчик на отопление в 185-м доме по Ленинскому проспекту пришел 11 октября прошлого года. Ремонтные работы ему не помогли. Прибор учета продолжает работать некорректно. Так что пока жильцам остается только платить, ждать лето и надеяться, что новые заплатки на трубах смогут достойно прослужить до начала теплой весны. Олеся Лисюк, Александр Панин, 41 канал. Воронежские правоохранительные органы провели проверку в связи с ДТП, в котором погиб житель города Липецк. Большегруз с прицепом, за рулем которого сидел 33-летний водитель, наехал на переходившего дорогу мужчину, несмотря на красный сигнал светофора для пешеходов. От полученных травм 62-летний пешеход скончался на месте. На видео можно заметить, как мужчина проходит между автомобилями, которые пропускали пешеходов, после чего он начинает обходить грузовик и таким образом оказывается в слепой зоне. Водитель, не замечая пешехода, начинает движение, а пожилой мужчина оказывается под колесами грузовика. Галина Жукова, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и Воронежской области. Спонсор медиапрогноза – Воронежский государственный цирк с новой программой «Шоу слонов». С 1 февраля в Воронежском цирке шоу-программа «Калейдоскоп фантазий. Шоу слонов». Уникальные костюмы, яркие декорации. Невероятно, немыслимо. Спешите! 28 января в регионе будет пасмурно. Ветер южный от 3 до 4 метров в секунду. Температура воздуха в Борисогребске, Рамоне, Нижнедевицке и Семилуках – 0 градусов. В Боброве, Бутерлиновке и Хохле – плюс 1. В Бугучаре, Лисках, Острогожске, Росоши и Павловске – плюс 2. В Воронеже – 1 градус тепла. Ветер южный – 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. С 1 февраля в Воронежском цирке шоу-программа «Калейдоскоп фантазий. Шоу слонов». Уникальные костюмы, яркие декорации. Невероятно, немыслимо. Спешите! Православная церковь 28 января чтит память Павла Фивейского, первого христианского монаха и отшельника, по преданию прожившего 113 лет, из которых 91 год он провел в отшельничестве. В народе в этот день говорили «Павел день прибавил» в связи с тем, что дни становились длиннее, ночи – короче. В народном календаре 28 января – перелом зимы и в целом несчастливая дата. Считалось, что в Павлов день колдуны передают свои способности ученикам. Простые люди остерегались порчи, которые могли наслать ведуны и волхвы, которые приносили жертвы богам, составляли календари, владели особыми знаниями и даром предвидения, хранили в памяти стародавние мифы, предания, историю племен. В старых летописях упоминаются волхвы – облакопрогонители, умевшие предсказывать погоду и даже способные ею управлять. Также были волхвы-целители, лечившие людей с помощью народной медицины. Церковь признавала их врачебные успехи, но обращение за помощью к ним считало грехом. Существовали в древние века и волхвы-хранители, творившие изображения богов и амулеты-обереги. Кроме ведунов-мужчин существовали и женщины-ведьмы. Их название происходит от древнеславянского слова «знать» или «ведать». И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также мы ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в социальных сетях. Смотрите программу «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени, а также на нашем YouTube-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41-го телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова